В нотобанке вскрылась корпоративная растрата В нотобанке вскрылась корпоративная растрата МВД выяснила, как из банка банкроты исчезли 25 миллиардов рублей 2. Газета «Коммерсант» номер 80 от 14 мая 2019 года Строение 5 Как стало известно твердый знак, следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 миллиардов рублей и бывшему корпоративному директору, члена кредитного комитета Нотобанка Тимуру Исхакову По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотнифирм Однодневок Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нотобанка Как стало известно твердый знак, следственный департамент МВД начал в феврале этого года В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата совершенная группа лиц в особо крупном размере Ч. 4 статья 160 УК РФ Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах была запущена криминальная схема по выводу активов Целью схемы являлось безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам Махинации совершались в несколько этапов, считает следствие Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий после чего этим компаниям выдавались займы с дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы Как ЦБ отозвал лицензию Нота Банка Причем, как отмечается в материалах расследования с целью придания достоверности подобным операциям по договорам кредитования оформлялись поручительства физлиц, которые номинально занимали должности гендиректора в компании заемщиков Однако на самом деле, как уверены в МВД, поручители не имели отношения ни к руководству организаций заемщиков, ни к погашению имя кредитных линий При этом, согласно криминальному плану, Департамент кредитования Нота Банка был включен в схему по выводу средств обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками В итоге с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года когда Нота Банк фактически прекратил свою деятельность более 50 компаний, в том числе ООО Автоплюс ООО Акцент ООО Аргос Конъюнктура ООО Нанотехнологии ООО Первая торговая компания ООО Салгрейс ООО Сегмент Энерго Получили в нем займы, которые никто не собирался погашать Согласно по счетам следствия Таким образом из банка было выведено не менее 25 миллиардов рублей отметим, что через месяц с небольшим 24 ноября 2015 года у банка была отозвана лицензия По данным Твердый знак фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных имена которых пока не называются Господин Исхаков который ранее работал в нескольких финансовых структурах в том числе в банках Открытия и Первый ОВК где занимался кредитованием по ходатайству следствие был арестован Тверским райсудом Обжалуя это решение в Мазгарсуде защита финансиста отмечала что, будучи свидетелем по уголовному делу господин Исхаков не скрывался являясь по первому требованию на все следственные действия и добровольно давал показания Защита предлагала ограничиться в его отношении домашним арестом или освободить его под залог однако апелляция оставила арестное решение суда первой инстанции в силе Отметим, что вместе с другими топ-менеджерами и экс-владельцами НОТа банка господин Исхаков проходит ответчикам по иску на 37,3 миллиарда рублей который с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком АТА СВ Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года Какой был вынесен приговор братьям Дмитрию и Вадиму Ерохиным по делу о махинациях в НОТ и банке При этом в числе фигурантов нового расследования нет небывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных Соответчиков по иску АСВ недавно приговоренных к 8,56 годам заключения за другие махинации нефинансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой дело которое еще не дошло до суда Это обстоятельство источники твердый знак связывают с тем что бывшие владельцы и топ-менеджер НОТа Банка являются свидетелями обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко в процессе над которым вскоре должны начаться прения сторон По версии СКР, офицер не только получал взятки но и предупреждал своих знакомых в НОТа Банке о предстоящих обысках и проверках Владислав Трифонов, Сергей Сергеев